всем привет и слава украине передача новости с кавказа продолжает свою работу с вами я гелла басадзе и сегодня 28 мая в день независимости день первой республики независимости азербайджаном мы беседуем с хорошо знакомым и любимым нами ризаном госайдова приветствую очень рад тебя видеть здравствуй здравствуй дело приветствую тебя и наши конечно уважаемых зрителей я все равно несмотря на опоздание во первых поздравлю и краски грузинский народ грузию с днем независимости 26 мая да все таки первые были вы так то добились независимости и в том же самом славном городе табилиси значит 28 мая 1918 года два дня спустя и были по было бы разрушена азербайджанская демократическая республика ну и затем арабская республика да так что табилиси как бы для нас имеет в этом плане символическое значение и принципе те основу которые мы заложили тогда согласись 100 с лишним лет назад уже да они до сих пор актуальны и наверное я думаю что согласятся многие с нами что то кровь которая была пролита было не пролита немало крови мало было просто так независимость объявить можно но затем последовали такие события до в истории наших народов которые показали что обрести независимость легко как-то вот удержать ее и развить это уже конечно же требует длинной воли или людей длинной воли так что что я могу пожелать чтобы сейчас когда мы уже 30 с лишним лет восстановили заново независимость всем и чтобы вот эти люди длинной воли не дали негативным некоторым процессом до потерять самое главное ту самую независимость ради которой ни одно поколение наших народов на боролась и отдавала жизнь у меня конечно тебе вопрос как к историку прежде всего насколько азербайджан да и вообще и грузия и армения были к тому времени готовы к независимости давай поговорим про азербайджан насколько азербайджан был готов к независимости тот момент наверное из трех основных народов кавказа которые обрели независимость мы знаем и четвертый то есть горский народ затем тоже обрели но мы говорим в контексте наиболее сложная была ситуация у нас потому что ну как бы в отличие от грузинского армянского обществ не просто народа обществ которые были более интегрированы европейские демократические ценности все-таки многовековые связи да надо очень и это тоже учитывать да и поэтому даже в процессах то есть от того самого становления европейской демократии 18 19 век активно участие принимали грузинские армянские политические деятели были двусторонние связи между европы и грузии и армянской общественностью поэтому для грузии и армении эти процессы были как-то более-менее знакомы для большинства азербайджанского общества конечно же она была на тот момент далеко от тех понятий которые мы сейчас прекрасно знаем то есть демократия буржуазная сперва революция демократические ценности права свободы но тем и ценнее что на стыке 19 20 веков в азербайджане была взращена определенная часть элиты которая была интегрирована европейское сообщество демократические принципы прекрасно знали что такое права человека и в этом контексте надо же честно признать что это горстка людей единомышленников во многом мечтателей которые объявив независимость азербайджанской демократической республики еще не находились на ее территории республика была объявлена в тибелисе и предстоял долгий путь очень темный путь непонятный того как это молодое правительство прямому переносном смысле в основном молодые люди как они смогут достичь территории азербайджана и затем как создать и удержать молодую республику поскольку большинство населения республики объявлены еще и не знала о том что они живут до республики то есть это был очень сложный процесс и действительно за неполных два года я имею для азербайджанской демократической республики 11 месяцев самое главное удалось заложить фундамент тех самых ценностей понятий которые даже не смогла стереть советская власть в течение затем 70 лет и это же процесс не однодневный и грузинский армянский народ и азербайджанский мы чуть позже середины 19 века вот это просветительство она стала принимать большие масштабы почему позже мы потому что царская россия априори не хотелось чтобы мусульманское население кавказа тюркское население она интегрировалась в те процессы которые допустим остальные народы давай признаем христианского вероисповедания более активно интегрировались россия конечно создавала проблемы для грузин для армян но процесс интеграции был необратим для грузин для армян но для азербайджанцев было отмерено иное то есть понятие даже школ нормальных тех школ где преподает западные европейские ценности в течение 30-40 лет азербайджанские просветители добивались просто открытие школ да и это удалось сделать сперва на территории грузии где пришлось посылать молодежи азербайджанской чтобы она училась в школах семинариях на территории грузии затем это газовский район азербайджана затем шуша баку бакинская губерния джинс и завет польская губерния то есть этот процесс был намного сложнее поэтому когда кто-то пытается сказать что допустим там по каким-то параметрам азербайджанская демократическая республика или наше общество отставали якобы от других надо понимать что если если кто-то в то время жил здесь он понял бы насколько сложные процессы шли ценой жизни просто открыть школу дать образование девочкам иметь выход на какие-то европейские стандарты тем более да и все вот это мышление тем более мусульманское мышление консервативное общество то есть нужно было преодолевать несколько ступеней сопротивления как внутри самого общества так и учитывая что царская россия особо не стремилась чтобы вот эти процессы интеграционные шли среди мусульманского населения поэтому я считаю что это серьезный феномен да это феномен в том плане что мало кто берем в то что что-то получится но как мы видим сейчас этот опыт вам я думаю для азербайджана принес хороший результат именно опыт политический опыт не обязательно это чисто европейских стандартов да то есть мы говорим о том что любой опытом демократии чего бы не было он должен применяться с учетом местных реалий и особенностей в каждой стране в каждом обществе главное что никто не мешал ни внутри ни извне потому что некоторые процессы могут занять сотни лет ведь в той же самой европе до демократии права человека это же не упала сразу с неба на это долгий бесконечный процесс который до сих пор продолжается дай бог чтобы нам никто не мешал в этом процессе и мы сами прошли его желательно эволюционно нет мешать будут мешать будут обязательно но кстати я не совсем согласен что в разные периоды потому что через 19 века грузину армян у азербайджанца период просветительства начался не раньше никак не раньше поэтому я думаю что вот этот период ну скажем так обален ту маня чарджавадзе ахундов они все жили примерно в одно время так что здесь что нормально у нас на территории ну современного азербайджана только в начале двадцатого века появились школы до этого мы ездили в грузию послали детей в грузию это система образования да я имею ввиду что сами вот эти личности эффект был очень сложно очень много препятствий было да то есть в этом контексте да но сложно было на самом-то деле всем я хожу грузии точно до сих пор сложно с возвизительством ну ты понимаешь о чем я интересный феномен то что и в грузии и в армении конечно на более национально ориентирована была тем не менее и в азербайджане пришли социалисты партии социалистического то есть вот для грузии я тебе могу сказать что для грузии это было достаточно серьезным вызовом и в принципе многие многие в грузии связывают то что пришли левые а не правые национальные национал демократы там националисты которые могли бы сформировать нормальную армию создать нормальные институты вот это как раз таки ему помешало нормальному развитию государства как оценивается это в азербайджане то что у власти были все-таки социалисты но дело не хуже меня знает что истории не любит до со слагательного но понимаешь это был основной тренд это именно левое движение она имела свои причины мы можем сегодня конечно критиковать но это были реалии что конец 19 века середины 19 европа вся переболела серьезно левым движением для этого были причины и промышленные экономические социальные да это определенный этап был естественно вот это промышленное развитие и его проблемы урбанизация капитализация монополизация капитала она приводила перри огромные массы передвижения огромных масс крестьян которые приходили в города становились рабочими и так далее это конечно недовольство все это создавало определенную почву для левого движения тем более левое движение имела серьезную поддержку то есть буржуазия она боролась с определенными монархическими институтами с монархией для этого конечно левое движение она была более поскольку правое движение она всегда в итоге уходит в какой-то консерватизм и может из-за этого может опять-таки это тренд тренды такие были и ведь мы сейчас не можем знать допустим если вы пришли правой националисты ультра националисты во-первых если говорить об азербайджане я еще еще таковых и не было ведь как таковой национализм или национальное самосознание у нас она стала прорезаться после вот этих событий так называемой первой революции 1903 4 5 6 года да это же долгий процесс резня так называемый до армян мусульманской и так далее то есть это все начала рождать какие-то понятия что мы отличаемся что надо объединяться это привело к созданию усилению партии мусават а затем когда много лет спустя появилась необходимость создание организации дефа и которая дала достойный отпор наш на ком и всем другим кто учили много резни на территории азербайджана и всего и кавказа поэтому на тот период все-таки наверно левое движение она нужна была необходима была поддержка 1 мире тренд на левое движение куда ты пойдешь поэтому наверное наши просветители они выбрали то что было более полезно то что позволило нам найти поддержку понимание как среди народа ну и так и среди тех сил которые могли поддержать нас внешне в том числе вот я как-то так думаю то есть других вариантов по моему мнению на тот момент я думаю не могло кстати интересный момент интересный момент я читал его что я считаю а пропал не оправданным очень интересное мнение по поводу того что в грузии в азербайджане ну национальная буржуазия она не была так развита развита как в основном была армянская буржуазия развита буржу хотя были отдельные представители достаточно большие достаточно серьезно в азербайджане там вообще были нефтяные магнаты тем не менее поэтому аристократия сплошь и рядом были социалистами те которые теряли в основном диаспоральное да она в отличие от грузины особенно азербайджанцев многие века до этого уже было интегрировано европейское пространство честной связи с францией с ватиканом с польши с германией естественно они формировались в этом контексте раньше нас и правы идеи там имели более твердую основу первые политические организации правого толка и такие ультра организации как тошна ксетон поэтому да у них процесс был немного другой я с тобой согласен и поддержка была совсем на другом уровне тоже надо учитывать но вот в результате вот этой первой республике мы имеем то что часто по отношению к азербайджан употребляется слово первое первое на мусульманском востоке избирательное право для женщин первая на мусульманском востоке всеобщие избирательное право первое автоном востоке парламентское республика и так далее и тому подобное все это насколько повлияло в будущем потому что в будущем потом была советизация но ведь это же тоже заложило определенные основы то что первое и в конечном итоге это уже при советской власти был съезд народов в восток, но он тоже проходил в Баку то есть мы были авангардом и тогда, надеюсь, и сейчас все-таки первое, даже не только первая парламентская республика, не только права женщин намного лет раньше, чем у Франции я не знаю, у США и других государств в Азербайджане, в Азербайджанской Демократической Республике первая опера на мусульманском востоке то есть много чего можем мы балет и так далее то есть то, что как бы показывало уровень интеграции в тогдашнее европейское пространство не царско-русское, а именно европейское мы же всегда на перекрестке культур находились это наша судьба поэтому любое веяние если в средние века допустим арабо-мусульманская культура своеобразно, ярко получила свое развитие именно в Азербайджане на территории всего большого Азербайджана не только Кавказа то же, то есть мы и тогда восприняли и развили именно, понимаешь, и арабская культура персидская культура, поэзия она своеобразно получился очень интересный синтез который до сих пор, как говорится это приводит в шок тех знатоков востоковедов ну, значит, есть какая-то искринка не будем хвалить себя опять-таки, я думаю это география, помноженная я всегда говорю, что география в хорошем и в плохом смысле это приговор плюс, наверное, некая проектность тех народов, которые живут в этой географии поэтому вот эти европейские веяния тоже, они приобрели такой некий восточный колор и Азербайджан я не знаю, оправданный или нет до сих пор себя считает именно первым на мусульманском востоке я думаю, никто это оспаряет это историческая хронология это не это не это самое ну и потом ну и потом в нас попытаться через нашу мягкую силу зайти на восток на ближний восток да и в Средиземную извиняюсь в Среднюю Азию которая, мягко говоря очень сложно интегрировалась в эти проекты и ты знаешь это несмотря на те репрессии которые затем были вот после съезда тюбских народов мы знаем чем это обернулось просто всех собрали посчитали и уничтожили то есть такова, видать, была цель большевистского руководства но те, кто выжили смогли строиться в советский режим они играли первую скажем так скрипку советизации или некой такой европеизации среднеазиатских народов особенно до сих пор очень уважительные трепетные отношения к азербайзанской культуре музыки фильмам это в Узбекистане да и в том же братском Казахстане очень хорошее отношение да и так далее то есть это образование школы балет опера я не знаю все что связано с некой вот такой флером таким западным европейским советской обертки оно как бы преподносилось и центральную Азию а затем на территорию современного Ирана ближнего Востока естественно через азербайджанскую музыку культуру которая до сих пор в любой наверное восточной стране есть фамилии азербайджанских оперных певцов и так далее которые прекрасно знают на Востоке то есть я думаю советские союзы советские власти полностью как могли использовать этот потенциал да и ну я не знаю насколько это я не люблю конечно все в темных тонах мы всегда с тобой критикуем советское прошлое но при этом кстати не всегда когда мы говорим то что было в советском прошлом реализовывались национальные проекты да ну вопрос от политики на культуре какой-то такой мягкой силе да есть позитивный момент который надо вспоминать ну скажу так что вот кстати про разглашение и грузинской демократической республики и азербайджанской демократической республики оно предопределило потом то что мы были союзными республиками то есть про нас вообще не было никаких разговоров будем ли мы союзными республиками то есть у нас уже был опыт государственности мы просто перетекли и национальный проект проект национального государства в рамках советского союза придушенный задавленный но тем не менее оставался Смотри, очень важный момент и, в общем-то, на который нужно обратить внимание. Опять-таки, правильно сказал, что история не терпит создагательного наклонения, но и Грузия, и Азербайджан проиграли Первую мировую войну. Почему-то об этом мало кто помнит. Вообще, насколько тебе вот эта формулировка, насколько она корректна? Ну, если учитывать, что мы, вот понятие союз в Антанте мы были, или Тройственный союз, который противостоял и так далее, ясно, что это было вынужденное наше участие. Мы хотели спасти свою молодую крупную государственную, только что созданную. Ведь давай вспомним, что после того, как в России произошла февральская буржуазная, так называемая, революция, в течение 1917-го, начало 1918-го, наши просветители искали пути интеграции, я не знаю, создания какой-то автономии закавказской в составе того, что будет на территории России. Но потом, видать, созрело. Где-то там Сейм был потом закавказский, попытка общекавказского дома, да, создания. Но в итоге вот на фоне войны надо понять, что мы вынуждены были учитывать то, что линия фронта, да, или же события на больших фронтах влияли на политическую ситуацию, усиление, да, там, тех союзнических групп, которые друг с другом воевали. Нам приходилось это учитывать, поэтому мы шли этим путем не сами по себе, да, то есть и в течение буквально двух-трех лет штурмом мы прошли те периоды, которые другие, допустим, европейские народы проходили за 100, за 200 лет. Поэтому, конечно же, надо понимать, что это довольно сложный процесс, но мне, пожалуйста, хорошо напомнилось, что если бы у нас не было на тот момент провозглашения республик, то в составе Советской империи, я не знаю, на уровне какой автономии мы были бы, да. Ведь в Центральной Азии какие шли процессы очень сложные, поскольку там немного было непонятно, кто успел провозгласить, в каких границах, да. А в случае с нами мы успели даже на уровне Парижской мирной конференции, 1919 год, 1920 годы, Лига нации, то есть у нас были бумажки, документы, как говорится. Документы мы с тобой обсуждали, да. И это поэтому, так как Ленин объявил в рамках национальной политики, что вот те, кто провозгласили, они имеют право, то, значит, мы оказались в списке той когорты 15 в итоге. Сперва их было мало, конечно, тех республик. Сперва мы были вообще в составе Закавказской федеративной советской республики. Да, но Закавказской федеративной республики были Грузинская ССР, Азербайджанская ССР и Армянская ССР. То есть были отдельные республики, просто объединенная федерация. Это был период, когда Советское руководство еще пытались заигрывать с темой Кавказского такого дома, показать пример. Смотрите, как у нас мировая революция двигается, то есть имеет очень интересный синтез. Но это заигрывание к концу 20-х годов, мы знаем, ушли на нет. На фоне того, что уже национальный проект, фактически Советская империя, она стала над идеей распространения большей советизации всего мира, распространения советской социалистической идеологии, большевистской, коммунистической идеологии на весь мир. После того, как перебили всех во главе с Троцким, то этот проект ушел, как говорится, не вширь, а вглубь. То есть была построена, опять-таки, империя, ну уже Советская империя. Если до этого была монархия, то мы попали уже, как говорится, под раздачу другой обертки. Поэтому, да, я согласен, это очень сложный путь, и тот опыт, который мы приобрели, он, конечно, даром не прошел. Слушай, ну и сейчас я переношусь через, уже перескакиваю через советский период, и подхожу к времени национально-отвободительного движения, и вы смотрите, что получилось. Получилось, что и Грузия, и Азербайджан, они восстановили свою независимость. Почему все-таки восстановление было? То есть, почему нельзя было возгласить новую республику? Ну, тут есть несколько причин, и, естественно, очень оправданно, что это именно так синхронно шло. Во-первых, юридическая составляющая, опять-таки, точно так, как вступая добровольно или вынужденно в состав советского большевистского проекта, мы вошли, имея легитимность, поскольку провозгласили свою независимость. И вполне логично, что и покидая советский проект, мы должны были ссылаться на тот самый документ, который подтверждал, что мы были и до Советской империи, что мы провозгласили свою независимость. То есть, это опорная точка, опорный документ, который позволял нам моделировать и показать мировому сообществу, организации объединенных наций и всем остальным, что у нас есть право, что мы не колониальная какая-то, то есть, в то время же широко шло, в 20-м вообще веке, в середине 20-го века, освобождение от колониального гнета, провозглашение новых республик или еще чего-то. Мы хотели как бы показать, что нет, это не наш процесс, мы восстанавливаем то, что, к сожалению, не имело развития в начале 20-го века. И ведь, я думаю, это лучший вариант, чем по-иному, мы как бы дали понятие западному сообществу, что, смотрите, вы тоже повинны, товарищи на Западе, в том, что продали нас, ну, давай честно скажем, в начале 20-го века, торговались империей, да, уступили нас, но мы помним все. И очень хочется, чтобы те ошибки, которые тогда были, чтобы эти ошибки сейчас наши народы не совершали. Потому что мы с тобой не раз говорили, вот эта та самая цикличность, она, к сожалению, всегда показывает, что есть повторяющиеся некие параметры. Я не говорю во всем, да, но какой-то общий сценарий, он и повторяется. И главное, чтобы в этом повторении не повторить ошибки в предыдущем сценарию. Да, вот, это актуально для всех нас, и без особого такого, я не знаю, опять-таки, чтобы не похвалить, я очень надеюсь, что в этом цикле Азербайджан сможет сыграть роль стабилизатора. Он не даст, чтобы внешние игроки смотрели на наш регион, как на некую такую тушку, которую нужно разделить. Очень хочется, чтобы вот и мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, и вообще события во всех наших трех республиках, особенно в Грузии и Армении, штормит, мы видим, чтобы это все привело к тому, чтобы мы не стали опять ареной противостояния, да, вот этих стандартных сил этого севера, да, я не знаю, этого запада, и еще кого-то, третьего, пятого, десятого. Чтобы у нас как-то хватило мудрости в наших элит, ну, объединиться. И я думаю, здесь ответственность большая, большую ответственность несет Баку и Ереван. Если Баку и Ереван смогут вот этот процесс довести до какого-то итога рамочного, промежуточного, не знаю, сыграть ту самую роль, которую попытались сыграть Франция с Германией при создании, да, европейского дома. Опять-таки, ну, не замахиваюсь я на это, ну, как бы показать, что вот есть наиболее проблематичное в нашем регионе, это, конечно же, армяно-азербайджанский конфликт. Если удастся это преодолеть, я думаю, это даст более комфортную зону и для Грузии тоже, да, то есть меньше штормить будет. Вот как-то вот эта связка трех наших сил, да, я думаю, ответственность несем все мы, любая ошибка в Азербайджане, в Грузии, в Армении, в этот раз опять аукнется всем, да, то есть уже так не будет, что ошибка там в Грузии, это только проблема Грузии и так далее. То есть вот эта коллективная ответственность, я надеюсь, она сработает. Да, она действительно сработает, потому что сейчас настолько все взаимосвязано, настолько все... И действительно, вот обсуждая с моими грузинскими коллегами и соведущими ситуацию в Грузии, я же постоянно подчеркиваю, что, ребята, надо нести ответственность не только за то, что в стране. В стране это понятно, это очень полезно и так далее. Нужно нести ответственность и перед соседями, потому что если у нас будет здесь плохо, то это будет плохо и Азербайджану, и Армении, кстати, и Турции. И даже в какой-то степени Иран тоже может пострадать, кстати, в этом плане, потому что он более последовательно, то есть он не граничит с Грузией. Но тем не менее, тем не менее, очень многие вещи, которые могли бы быть сделаны и могли бы быть полезны для этого всего, то для того же Ирана они будут отложены в долгий ящик как минимум. Ну, я уже не говорю про... Ну, Азербайджан тут очень напрямую все связано. Настолько напрямую, что... Дорогой Резван, я тебя не буду сегодня задерживать очень давно. Все-таки праздник, и ты находишься в Дубае. Я единственное, что хочу сказать, я хочу передать огромный привет нашим зрителям в Дубае, с которыми я знаю, ты вчера встречался. Очень тронут, очень люблю, очень жду фидбэка, и большое спасибо, что они нас смотрят, и, насколько я понимаю, ты тоже получил определенный заряд положительной энергии. Ты знаешь, Гелла, и заряд энергии, как в старом анекдоте, порвали три баяна, но я горло. То есть мы столько радовались, шутили, и единственное, что мне было серьезно сказано, чтобы вот обязательно наша азербайджанская диаспора здесь в Дубае, чтобы обязательно Батона Гелла, как говорится, получил этот заряд в каком-то формате, я не знаю, цифровом и так далее. Действительно, как бы это странно ни звучало, не надо хвалить нас, конечно, себя, но везде, куда я еду, первым делом вспоминают, что вот вы у Геллы то-то сказали. То есть поэтому я считаю, что твой проект удался, несмотря на все проблемы финансовые, политические, психологические. Но я считаю, учитывая, что так получается, что я постоянно как-то где-то бываю, и везде это звучит. А раз это звучит, значит, я думаю, у тебя все получилось. Поэтому, как говорится, поздравили. Ну, у нас все, у нас все-таки инициаторы, понимаешь, как-то вот понятно, что это у нас, но да, это хорошо, что мы все отозвались, мы, как говорится, нас никто не принуждал, нас никто черный икрой, как говорят, или чем-то еще. Мы все собрались индивидуально, потому что какую-то коллективную ответственность несем. И я думаю, наш хороший пример может послужить примером и для людей в трех наших странах, ну, надеюсь, и в Грузии, и в Азербайджане, в первую очередь. Ну, и для тех элит, чтобы как-то вот хороший пример того, как мы делаем все для, как бы это вот мягко сказать, да, есть определенная прослойка, я не всегда люблю это слово, интеллигенция, но оно синонима, те, кто несут ответственность, да, не за деньги, а просто несут по совести. И вот эта прослойка интеллигенции вообще в разных странах, где я бываю, они всегда хорошо отзываются о твоем проекте, да. Ну, значит, в итоге получается, что, как говорил товарищ Ленин, верным путем идем, да, верным путем. Благодарю вас, товарищи. Да, спасибо, мой дорогой. Обязательно передам, они, наверное, посмотрят, так что радости будет тоже много. Спасибо и еще раз с днем рождения, Азербайджан. С днем рождения, счастья, процветания. Всего самого-самого наилучшего. Большое спасибо, друзья, за то, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok